Какими качествами должен обладать путный мужчина, и какие качества должны быть у девушки, чтобы стать достойной женой путному мужу? А что такое путный? Вот что такое непутёвый, я знаю. А что такое путный, я-то что-то не встречал. Ну, видать, хороший. А хороший? Ну, надо быть тоже хорошей. Вот этот извечный вопрос, как разглядеть в человеке те качества, которые... Надо его изучать, выходить замуж не со второго свидания, а выучить, посмотреть на папу, на маму, как он с ними общается. Как они, что за семейка. Это такой непростой процесс. Но чем больше изучаешь, тем больше видишь и недостатков, которые останавливаются. Разумеется. Останавливают, постой. Но получается, что... Куже всего, когда все недостатки всплывут, когда уже два-три ребёнка. Но так оно обычно и бывает. Ну, так вот, надо нам от этого предостерегать. И некого замуж выходить. Ну, некого, значит, не выходим. Если у тебя нет автомобиля, езжай на трамвае. Что, обязательно всем на машине ездить? Ну, говорит, так хочется семью. Я всю жизнь мечтал о детях. Я думаю, что он у меня будет... Замечательно. У меня их будет много. Вот мы будем с ними заниматься. Что мы будем... Будет много, это надо и мужа соответствующее. Сможет ли он прокормить много. Будет много. Вот, называется, размечтался. Ну, вот, а вы говорите частенько, ну, сейчас нет мужчин. Мало, очень. Очень трудная эпоха. Наша цивилизация российская, она антисемейная. При этом женщины хотят семью в своём большинстве? В большей степени. А мужчины не хотят? Мужчины хотят только от брака сладкое получить. Вот такой вопрос. Если парень отказывается встречаться с девушкой потому, что не готов ждать до свадьбы, как вести себя девушке? Ведь это очень обидно и не причина для отказа. Есть заповеди Божии. И надо им следовать, иначе будет беда. Она не отказала. А теперь зачем жениться? Обещал. Ну, обещал. Ну, сейчас не время. Надо это, надо это, надо это. Но в своём стремлении создать семью... Делают очень много глупых поступков. Таких опережающих событий. Ну, конечно. Ведь нельзя же... Хочется побыстрее, и рожу ребёнка через пять месяцев после зачатия. Куда спешить-то? Или хочу яблочко. Ну, а яблочко ещё зелёное, и косточки в нём ещё белые. Кислятина жуткая. Ну, и зачем такое яблочко срывать? Ну, здесь всё понятно. И человек... Ну, когда маленькие дети вот хотят, глаза горят, потом дизентерия. Ну... А потом несчастная жизнь, брошенные дети. Да, брошенные дети, всё... И сверху мат-перемат. Батюшка, нас просят заканчивать. Наша передача прошла к концу. Всего вам доброго. Будьте счастливы в ваших семьях. Спасибо, батюшка, за ответы. Спасибо вам за вопросы. Всего доброго. ПОЕСТВОРОЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok